Всем привет! Меня зовут Лиана, и я рада приветствовать вас на своём канале. Сегодня я хотела бы вам рассказать о такой летней парфюмке, которая у меня является таким якорем. Очень ассоциативный аромат, и давайте приступим. Так, ну что ж, это у нас Kinzo Aqua. Вы только посмотрите на этот супер благородный, красивый, яркий цвет флакона. Это у нас туалетная вода 2018 года выпуска. И это просто божественная такая вещичка. Я думаю, наверное, моё лето, это лето, без него точно не обошлось бы. И я хотела бы рассказать свои ассоциации, почему это якорь, и вообще... В общем, этот парфюм почти 5 лет назад приобрела моя подруга, любимая, лучшая подружка. Она приобрела себе в мой день рождения. В мой день рождения. Это был первый день рождения, который мы праздновали вместе. То есть мы как бы начали дружить в тот год. Вот, она его приобрела, естественно, надела на мой день рождения. И как только я услышала этот аромат, я подумала, боже, он так шикарно тебе подходит. На тот момент я бы даже не подумала, что я захотела бы и вообще приобрела бы этот парфюм себе. Вот. Но так как такая ассоциация именно с моим днём рождения, именно вот с подругой, с празднованием, у меня происходила просто из года в год. То есть из года в год она надевала этот парфюм на себя, именно в мой день рождения. Вот. И ещё тогда, 5 лет назад, я бы даже не подумала приобрести его себе, потому что это абсолютно как бы было не моё направление. Вот. Но так как я начала расти в таком направлении, как парфюмерия, вообще начала интересоваться более углублённо, я поняла, что я не могу без этого парфюма, я его очень сильно хочу. Приобрела я его на парфюмерной парохолке в каком-то телеграм-канале. В общем, просто у замечательной девушки-женщине. Женщине. Женщины. Она его очень хорошо упаковала. Я была уверена, что она мне пришлёт оригинал. В принципе, так произошло. Даже то, что это туалетная вода, это просто безумно стойкая вещь. Я тестировала, когда перед покупкой я снова поехала, протестировала в Литуале, пшикнула себе на платье. И несколько дней у меня был просто шикарнейший шлейф от этого платья. Я подумала, ну, это точно мне надо. Вот, в общем, вот эта вот вещица, она, так сказать, развеивает такой миф, как что туалетная вода, она как бы, ну, очень имеет такую невысокую стойкость. Вот, в общем, давайте вот так. Так, на старте это у нас мандарин, лимон, такие цитрусы, очень красивые. Вот, вообще, в целом, я этот парфюм даже никогда не разбирала на ноты. Я хочу его ещё и на себя немножко внести. Блин, я сегодня уже в другом парфюме, ладно. В общем, этот парфюм я никогда не разбирала на ноты. Он у меня просто, вот, вот, это просто что-то безумное, такое, знаете, сочное, жизнерадостное, позитивное, игривое. Такое, знаете, как коктейль. Летний вечер, летний такой ветерок, воздух. Вот именно летний воздух. Вот он ощущается, как летний воздух, коктейли, распущенные волосы, что-то какой-то, такой топик, джинсовые шорты, может быть, даже лёгкий какой-то сарафанчик. Это просто такая красота. Это белые цветы такие, водные, водяные цветы. Что-то, вот, какая-то магнолия, цитрусы магнолия. Всё это на мускус, на такой ванильной подложке, базе. Это просто... Знаете, я от всей души рекомендую вам всё-таки, если вы не знакомы с этим ароматом, всё-таки его попробовать, ознакомиться с ним. Я бы его носила, если честно, круглый год. Но вот так как у меня ассоциация именно с летом, потому что день рождения у меня прямо в середине лета, с таким, знаете, не жарким воздухом, а именно вот такой вот вечерний, летний ветерок, воздух. Вот такое вот, знаете, что-то такое летящее, такое ни к чему не обязывающее. Что-то, я как уже сказала, игривое, жизнерадостное, такое весёлое. Это вот, это про это. И знаете, какой он комплиментарный. Какие-то такие, знаете, сейчас прям сладость. Вот именно вот эта ваниль приходит. Вот такая ваниль не кондитерская, какая-то вот очень такая интересная ваниль здесь. Такие зелёные ноты у нас вступают. Немножко даже как будто бы есть какие-то деревяшки, такие, которые дают немножко этому парфюму чуть более солидности, как будто бы я так долго думала. Немножко такой, чтобы это не слишком было, вот знаете, легкомысленно. То есть это совершенно нелегкомысленно, при том, что это очень такой лёгкий парфюм. Лёгкий в плане, ты себя в нём ощущаешь очень легко. И вот это действительно, это куда-то на прогулку. Я даже не могу подобрать таких слов, чтобы его описать. Он какой-то вот неописуемый. То есть вот прямо чётко разложить на ноты у меня не получается. Я стараюсь это сделать. Но это просто шикарно. Шикарно. Очень комплиментарный, как я уже сказала. Комплименты льются. Очень стойкий, очень диффузный. Шлейфовый. Стойкость на одежде действительно несколько суток присутствует. На коже я сказала бы, что, наверное, часа четыре. Есть. Он очень хорошо держится именно на одежде. Мои дорогие, ещё я хотела спросить у вас, попросить, чтобы вы написали в комментариях, будет ли вам такое интересно. У меня просто есть задумка насчёт видео. Оно не будет касаться парфюмерии. Это распаковка с Валдберрис. Просто я сделала заказ одежды на осень, на зиму, уже можно даже так сказать. Там будут такие вещички. Пару продуктов будет для волос. И, в общем, я хотела вас спросить, будет ли вам такое интересно. Вот, напишите, пожалуйста, в комментариях. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я очень старалась, очень старалась показать именно свои эмоции по поводу данного аромата. И жду вас снова на своём канале. Субтитры сделал DimaTorzok